Богдан, ну что ты делаешь? Ну взял! Я тебя с собой сегодня, а? Ну детский садик твой закрылся. Папе же надо работать, о жизни дачной рассказывать. Но один я с этим не справлюсь. Правильно, ведь мы с тобой ведущий проект Дачный десант на общественном телевидении Приморья. Данил Макарычев. И Лиза. Давай ты сегодня расскажешь про деревья, а я узнаю, как вкусную ягоду вырастить. Работаем? Работаем. Олег, здравствуйте. Добрый день, Елизавета. Расскажите, как вот красивые кустики такие вырастить? Ну, во-первых, нужно сказать, что это за кустики. Это кустики одного из самых ранее спелых сортов ежевики, лох-тей, шотландской селекции. Выведена она в Англии. Чем она радует людей? Тем, что у нее хороший урожай. Очень ранние сроки созревания. То есть сегодня, значит, середина июля практически, у нас уже первые ягодки появляются. Ну и плюс вкусовые характеристики этого сорта, конечно, тоже нельзя пропустить мимо. Ну и плюс вы видите, сколько здесь ягод, очень много, да? То есть если взять малину, то на малине гораздо меньше ягоды, чем на ежевике. Плюсы ежевики в том, что она не дает корневой поросли, то есть она растет, как кустарничек, вот с одного места. За ней легче ухаживать. Вот в этом ее преимущество. Ну и плюс намного больше ягоды можно собрать с единицы площади, скажем, чем с той же малины, в принципе. А вот вкусовые качества, это про какие? Давайте попробуем. Нет, это еще зеленая. Давайте вот эту вот. Вот она на солнышке. Вот. Но она только-только начала созревать, она еще может быть кисло-сладкая. На самом деле она через пару дней будет просто сахарная. А как так через пару дней вот она сразу станет сахарная, сейчас чуть-чуть с кислиночкой? Ну, потому что солнышко, собственно, она, скажем, в стадии технической зрелости. Когда она созреет, вот так вот берешь ягодку, если вот так на ягодку чуть-чуть надавил, она отваливается от сибелечка, она зрелая. А так вот придавливаешь, она еще не хочет отваливаться. Вот когда она созрела, она просто вот так вот чуть-чуть нажал, и все, она у вас в руках уже. Вот. Вот тогда она самая вкусная. А вот как за таким кустиком нужно ухаживать? Во-первых, мы живем в зоне рискованного земледелия. Климат у нас, конечно, летом как везде жарко, а зимой у нас в этом году здесь конкретно на участке до минус 37 было. А так как это южные растения, то мы их зимой укрываем, прижимаем к земле, закрываем листьями, потом каким-то мультирующим материалом укрываем, и все. И до весны у нас зимует под снегом, грубо говоря, под листьями. Потому что морозостойкость у них намного ниже, чем те температуры, которые у нас зимой здесь бывают. Поэтому для того, чтобы сохранить веточки, на которых на следующий год будут ягоды, нам нужно сделать условия такие, чтобы они спокойно перезимовали, и весной вынесли листики, цветоносы и дали ягоду. Для этого мы ее на зиму укрываем. А это единственное, что нужно сделать для того, чтобы сохранить ягодку на следующий год? Ну, еще нужно кормить растения. Кормить растения, формировать обрезки весенние, осенние, промежуточное, может быть, летнее. Плюс побеги замещения. Для того, чтобы получить ягодки, вот это, допустим, прошлогодний побег. Вот на нем ягодки висят. Вот они, эти ягодки. А вот здесь, допустим, молодые побеги, красного цвета, они у нас пришпиливаются вот таким вот электродиком, прижимаются к земле. Когда побеги еще очень молоденькие, они имеют свою упругость. Мы их изначально прижимаем к земле, для того, чтобы поздней осенью нам можно было его спокойно уложить на землю. Иначе, если он будет вертикально расти, мы его просто сломаем, и, соответственно, куст-то не пропадет, а ягоды мы не получим на следующий год. Ну, а что еще можно собрать и посадить на огородах Приморья, расскажем в нашей рубрике «Огород круглый год». 23 и 31 июля «Лунный календарь» советует приморским дачникам проводить посадки редьки и дайкона. А в начале августа нельзя заниматься посадками, особенно если вы, конечно, не хотите ограничить рост различных культур. Поэтому лучше делать работы по дому, рыхление, обрезку, также заготовить или перевернуть компост, замульчировать почву. Ой, ну, кажется, нашел я Богдану работу. Вон, граблями там работают, трудятся. Настала пора и папке потрудиться, но не руками, языком. Олег, ну мне смешно, прям, это что, деревья? Чего они такие маленькие-то у вас? Это колонновидные яблони, Данил, которые вырастают не больше 2-2, 20 метров высотой, и которые вот на вот этом маленьком деревце на следующий год будут все в яблоках. Это же большой труд на самом деле. Сельский труд самый тяжелый труд. А дачный труд? И дачный в том числе. Как удалось вот это вырастить, и что это за сорт, и почему именно в Приморье? Ну, я взял, посадил здесь 4 сорта колонновидных яблонь. В чем преимущество этого сорта? Видишь, схема посадки 50 сантиметров между яблоньками. И на следующий год некоторые из них уже дадут первый урожай. А сколько, кстати, один такой куст, дерево, да? Как правильно, кстати, куст, дерево, как это? Это дерево, колонновидная яблоня. И как вот, сколько он дает плодов? Ну, в зависимости от возраста. Ну, в среднем, плюс-минус. От 5 до 10 килограмм можно получить вот с такой яблоньки. Все будет усыпано яблочками, вот так вот. А как за ними ухаживать? Есть ли какой-то народный секрет? Народных секретов нету, ухаживаешь как за обычными яблонями, но только все намного проще, потому что дерево компактное. Все в зоне доступности, плоды срывать легко, обрабатывать от вредителей тоже легко. Такой подарок дачнику. Захотел у себя там яблоня, я еще понимаю, что у вас на участке есть колонновидные персики, еще там абрикосы. Абрикосы. Что еще есть? Колонновидная черешня есть. Яблоня. Ну, еще хочу на следующий год заказать сливы колонновидные. Не страшно? А почему? Ну, не знаю, вдруг не вырастет. Тут же еще пока вот ничего же не выросло. Ну, это в этом году все посажено. Я надеюсь, что на следующий год они нормально перезимуют и дадут уже первый урожай. А как, кстати, они должны зимовать? Какие секреты есть тоже здесь? Я их укрывать не буду, я их буду просто, начиная с конца августа, специальными удобрениями подкармливать для того, чтобы дерево готовилось к зиме. Если все правильно сделать, то они нормально перезимуют в нашем климате. Как бы я не просто так их посадил, у меня там яблонька уже три года, которая зимовала, колонновидная, она спокойно перезимовала. Ну, а садоводам-любителям я на первый год рекомендую, первый год делается треугольничек и чехол с белого агроспана или агротекса укрывается чехлом поздней осенью. И ранней, ранней весной это все нужно снять, потому что иногда деревья запариваются в этом чехле, когда солнечная активность появляется весной очень интенсивно, а земля еще мороженая. И бывает подмерзает именно штамп дерева за счет того, что здесь уже большой перепад температуры ночью и днем. Ночью еще замаруски, а днем тут температура будет большая подниматься, поэтому если я что-то с укрытием делаю, то я в конце февраля уже, когда пик морозов прошел, снимаю укрытие и все, и растение уже самостоятельно готовится к весне. Ну, а что еще нужно знать, когда ухаживаешь за колонновидными деревьями, расскажем в нашей рубрике «Удачные советы». Если вы решили посадить в Приморье колонновидные деревья, то для получения высокого урожая их надо регулярно поливать, подкармливать минеральными удобрениями, а также оберегать их от болезней и вредителей. Зимой стволы деревьев необходимо защищать от зайцев и мышей, а одно-двухгодичные деревца еще и укрывать от подмерзания с помощью соломы, стружки или просто снега. Так, ну что, вот встретились мы не на дачной кухне сегодня, а на дачной рыбалке. Олег, вот я бросаю, правильно вот бросил, я не знаю, наверное, неправильно, ну мы с Богданом вдвоем, как смогли, так забросили. А вообще, рыбалка для тебя что, вот здесь на даче? Для меня рыбалка удовольствие, скоротать полчасика-часика, вечернего или утреннего время, поймать пару карасей, получить удовольствие и пойти работать или спать, в зависимости от того, когда рыбачиваю. А что ловится обычно здесь? Здесь караси. Только карасики и все? Да, здесь только караси, самов я запустил, но самов на наживку, которую ловишь карасей, не поймать, да я не знаю, может пойти они не перезимовали, но карасей здесь полно, уже деток своих. Олег, а это вы запускали, получается, сюда рыбок? Да, я их ловил на речках, живых привозил и выпускал здесь прям все, что доехало до дачного участка живое, все, пруд опускалось. А какой бы ты совет дал тем, кто хочет сделать, например, свой пруд или еще что-нибудь? Ну, Данил, это вопрос очень сложный, во-первых, с точки зрения почвы. У меня, допустим, на участке очень много родников, поэтому у меня вода в пруду проточная, постоянно, постоянно вода втекает, в том числе и вот по этой дренажной трубе. Там еще две трубы дренажные, которые с родников, вода попадает сюда, отсюда уже перетекает за участок. А есть участки, где вода просто не стоит на участке, и то есть ты воду запустишь в нее, а она просто уйдет. Здесь условия созданы были идеально природой для того, чтобы здесь соорудить пруд, вот поэтому я здесь и соорудил этот пруд. А ты участок подбирал с прудом сразу? Нет, я пруд этот сам уже в процессе эволюции все делалось. Олег, рыбачите обычно с семьей или один? Ну, когда как, чаще один. Ну, в этом году, я надеюсь, сын тоже будет, потому что карасей становится все больше и все интереснее ловить. Ну что, рыбку мы сегодня не поймали, но я думаю, что в следующий раз точно поймаем. И удача будет с нами, и удача будет с теми, кто смотрит наш проект «Дачный десант» на общественном телевидении Приморья. До встречи и до высадки нашего десанта на ваших участках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова